Сироссийская конференция по решению проблемы сиротства до последнего. Вы знаете, когда я приглашал многих, рассказывал об этой конференции, люди задают такой вопрос. Понимаете ли вы то, что это утопия в вашем названии? Понимаете ли вы, что идеалистическая модель, которую вы пытаетесь сейчас транслировать, она не сработает? Я говорю, почему? Потому что сейчас в кризис института семьи, когда страдает вся эта основа семьи, когда разрушаются эти семейные ценности, вы детей забираете, а появляется много новых детей-сирот, и вы провозглашаете ту модель или провозглашаете такие вещи, которые не сработают. Вот, я хочу сказать сегодня, почему мы говорим до последнего, почему мы верим в это, и почему мы делаем то, что приведет к реальному результату. Потому что когда-то был первый шаг. Потому что когда-то был первый ребенок. Потому что когда-то пришло осознание, не только внутри как бы церковной мысли, церковного сознания. Пришло осознание внутри нашего народа. Также как бы пришло такое понимание внутри государственной воли. И вот эти три момента, они очень интересны сами по себе. Почему нам важно это понимать? Потому что мы живем и двигаемся к очень историческому моменту. Смотрите, возьмем отдельно как бы народное осознание. Я очень люблю народ. И так интересно, что вот в корнях нашего народа, вот этих славян, вот и многих других, которые населяют и живут на нашей обширной территории, есть вот те внутренние духовные ценности. Мы говорим сегодня об их подъеме, о каком-то патриотизме. И они выражаются, вот эти народные, вот эти чувствования, которые имеют в своих корнях глубоко христианские ценности. Где есть милосердие, где есть сострадание. И вот есть такой, можно сказать, слоган, который сегодня на слуху многие его используют в разных совершенно, как бы таких, да, вот масштабах. Используют в разных мероприятиях. Россия своих не бросает. А кто эти свои? Кто? На кого мы обращаем внимание сегодня, когда говорим, что мы своих не бросаем? Сегодня здесь делились, замечательная семья, да, о том, как они служат, мечтают о том, чтобы бездомные люди, люди, оказавшиеся в алкогольной, в наркотической зависимости, чтобы они как бы изменились в жизни. Но многие эти люди оказались бедными в этой ужасной ситуации. И это была часть их жизни, их выбора. То, когда мы говорим сегодня о детях-сиротах, они не выбирали. Это действительно самые бедные, самые наши близкие, часть нашего общества. И когда просыпается это народное сознание, когда провозглашается, что мы своих не бросаем, то мы сегодня видим, что в самом народе, в обществе мы не только говорим, что мы до последнего будем заботиться, чтобы каждый ребенок, оказавшийся без попечения родителей, чтобы он пришел в семью, в самую любящую, в самую подготовленную, в самую хорошую семью. Но мы сегодня говорим о том, что мы поднимаем вообще институт семьи. Вы знаете, когда-то очень интересный разговор был у меня с пожилым-пожилым человеком. Он был швед по национальности. И он рассказал, говорит, что в жизни еще моих дедов, родителей, говорит, есть яркое воспоминание, что Швеция была пьющей нацией. Говорит, мы очень много, говорит, слышали, как разрушались семьи. То есть там капитально как бы прогрессировала эта проблема алкоголя. Но под влиянием христианства, под мощным влиянием христианства, даже, говорит, на людей, которые не воцерковленные, настолько изменилась эта парадигма мышления, отношения к этому пороку, что даже, говорит, на свадьбах было дурной тон, проявление дурного тона, если там стоял алкоголь. То есть, представляете, оказывается, когда пробуждается страна, когда обращается народ и смотрит, что внутри их глубины, где-то там в исторической памяти есть то, что сделало нас великим народом, что сделало нас великой страной. Почему мы сегодня готовы помогать другим и говорить, что мы своих не бросаем, мы готовы помочь. Почему? Потому что Бог, который открылся нам как Спаситель, как любящий Небесный Отец, дал нам эту веру, которую не искоренить, что бы ни было в прошлом. Мы видим сегодня, что эта вера, она поднимает народ, она поднимает это народное сознание. И мы говорим, что нет, до последнего. И мы двигаемся к этому. Мы верим, что не только будет стыдно в нашей стране, как бы, знаете, оставить ребенка, но мы верим в то, что любой малыш, который появляется в роддоме, на этой земле, в нашей стране, что бы ни случилось с его кровной семьей, какая бы трагедия ни произошла, он не должен попасть ни в больницу, он не должен попасть ни в какой институт, он должен тут же, тут же, прямо с роддома, как можно быстрее попасть в самую лучшую, приготовленную семью, которая позаботится о нем, которая сделает его счастливым, которая поднимет в нем эту самооценку, и он не будет знать, он не будет думать о себе, что я сирота, когда-то меня оставили, когда-то, может быть, я был такой ненужный, он не понесет эту отверженность через свою жизнь, он будет сильным членом нашего общества, замечательным отцом, замечательным гражданином. Это часть народного сознания. Второй момент, очень важный, это внутрицерковное сознание. Вы знаете, мы недавно слышали замечательные слова одного священного служителя. Он говорит, он уже человек немолодой, он говорит, ну так интересно, что такое впечатление, как будто что-то затеняло, вот это откровение о детях-сиротах. Мы считали, что да, сироты, о них призвано заботиться государство, они являются частью проблемы этого общества, общество болеет, есть болезнь к смерти, и вот сиротство, это тоже такая, как раковая опухоль. Нет излечения, нет возможности помочь этой проблеме. Но мы видим, что пробуждилось церковное сознание. В чем? Вдруг ярко озарил Господь своим откровением, что оказывается, сироты – это не чужие и не пришельцы, они сограждане святым и свои Богу. Сам Отец Небесный говорит, я отец сирот и вдов. И Иисус воспитывался в приемной семье. Иосиф не был его родным отцом. И мы знаем, что сам Иисус поставил малыша среди учеников своих и сказал такие слова. «Кто примет одного из малых этих, он меня принимает». Я хочу сказать, что сегодня в христианском, в церковном сознании произошла такая просто удивительная, яркая, можно сказать, сильная, даже не мысль, а само откровение, что сироты – это не дети государства. Что сироты – это дети нашей страны и наши дети. И мы, если мы как христиане, если мы, находясь внутри церкви, имеем такой мощный ресурс. Почему? Потому что инструменты, которые дал нам Бог, они отличаются от инструментов людей, которые не знают Бога. В чем эти инструменты? Мы сами были усыновлены. Когда-то мы были, как вот сегодня показывали эти ребята, кто хромал, кто шел, да, вот пораженный грехом. Но Бог нас принял. Он нас омыл, осветил, простил, исцелил раны наших сердец, эти травмы. И сегодня мы счастливые люди. Смотрите. И когда эти люди понимают, что я прошел через этот процесс, и сегодня я счастливый. Нас спрашивали недавно, да, как бы мы были в такой передаче, и нам задали вопрос. Скажите, пожалуйста, что вам не хватало? У вас на тот момент было пять биологических детей. Почему вы пошли 9 лет назад и взяли двоих детей из детского дома? То есть неужели, как бы, вам недостаточно своих детей? Я хочу сказать, что мы, находясь внутри церковного сознания, просвещенное сердцем, когда сердце просвещено Богом, Его откровением, оно смотрит, что чужих детей не бывает. И если я могу разделить свое сердце, разделить свой дом, стол, то я хочу сказать, что сам Бог участвует, помогая таким семьям. И вы знаете, когда приходят со школы или специалисты, с органов опеки, они говорят, это так интересно, но мы видим, что у вас есть еще место. Ваши старшие дети женились, вышли из семьи, у вас как будто бы есть еще возможность. То есть мы видим, что инструменты подарил сам Бог. Третий момент – это государственная воля. Или как бы государственно-политическая воля. Вы знаете, исторически сложилось так, что Россия переняла традицию, да, как бы от Византии. И там очень интересно было в том, что в отличие от западной модели, где эта модель имеет такое определение, как папа-цезаризм, то есть сами папы поставляли королей, снимали королей, там, значит, церковь была более финансово, независимо, социально двигалась, то византийская традиция сложилась в том, что у нас есть модель цезарепапизма. То есть церковь была активна, социальна, очень как бы двигалась мощно, исторически тогда, когда государственная воля, она совпадала с желанием и призванием самой церкви. Когда государство или, да, как бы помазанник Божий, долгое время так считалось, да, что он есть глава церкви, это история наша, ну вот, и когда эта воля не совпадала, государственная и внутрицерковная, то были трения и были проблемы. Но мы видим, что исторически сложилось так, что более 10 лет назад государство внутри себя обнаружило, что, используя огромные ресурсы, финансы, задействованы целые институты, но на выходе мы видим, что ребенок в государственной машине, как мы говорим, в государственных органах, в государственных институтах, это так далеко от семьи. Когда я думаю о семье, это тепло, это очаг, это любовь, это передание традиции, это то, что делает ребенка уверенным в жизни, поднимает его самооценку, раскрывает его индивидуальные качества, потому что ему не говорят, сегодня ты будешь жить здесь, завтра там, оденешься так или пойдешь туда, то есть не выбирают. И государство внутри себя обнаруживает и обращается к гражданам, обращается к церкви, говорит, слушайте, мы видим, что реально изменить или переломить ситуацию возможно только тогда, когда каждый ребенок, оставшийся без попечения родителей, будет помещен в приготовленную, заботливую, любящую семью. И мы видим сегодня, что когда совпали эти исторические моменты, то есть народного сознания, государственно-политической воли и внутри церковного откровения, то я уверен в том, что то, что мы заявляем сегодня здесь, у нас есть все ресурсы, у нас есть как бы вся возможность самым лучшим образом приготовить каждую семью, которая примет в своем сердце это решение, я хочу принять ребенка-сироту, я хочу сделать его не сиротой, я хочу, чтобы в моем доме, в семье моей расцвел еще один прекрасный человек, прекрасный гражданин, прекрасный брат или сестра во Христе, вести его в Божию семью. И замечательные слова, недавно сказал один замечательный человек, он говорит, что мы меняем меняем судьбу этих детей не только на этой земле, но и в вечности. Когда эти дети провозглашают, что Бог любит нас, и мы есть часть также Божьей семьи, это приносит огромное благословение в их жизнь. Иван, скажи, пожалуйста, я время уже выбрал, правильно? 11 минут. Все дело в том, что ту тему, которую я хотел сегодня развернуть, знаете, она очень удивительная, но я просто не уверен в том, что уложусь ли я по времени. Понимаете, все дело в том, что последнее много-много время я уделил, и не только как бы вот в научном контексте, но очень много служил именно травмированным детям. То есть глубоко изучал нейрофизиологию, нейробиологию, нейропсихологию, педагогику травмы, психологию травмы. То есть глубоко и не только изучал, но и работал с травмированными детьми. И вы знаете, вот те модели или те инструменты, которые предлагают самые лучшие специалисты. Вы знаете, когда читаешь их труды, когда читаешь исследования, причем глубокие исследования, не только современные, но опирающиеся на традицию, идущие еще с 70-х, в 80-х, ну вот то есть глубокая традиция, вдруг я обнаружил, что все самые современные исследования, они четко соответствуют тому, что в простоте предложено в Божьем Слове. И сегодня я хотел бы просто очень маленькую провести параллель или показать. Вот с точки зрения Святого Писания, с точки зрения науки, с точки зрения педагогов, то есть как самым лучшим образом, ведь наша цель приготовить семью, наша цель оснастить семью, ведь не секрет, что именно часто повторные травматические события в жизни детей-сирот, они получают где? В приемной семье. Я не стыжусь об этом говорить. Почему? Потому что когда нас пригласили учиться в школу приемных родителей, на тот момент у нас было пять биологических детей. И я подумал, Галла, ну это, конечно, странно, но нас обязывают, но чему может научить нас специалист, который сама является мамой-одиночкой одного ребенка? Знаете, у меня был вопрос. Я думал, что пойдем мы там давать советы будем, но что мы увидели в конечном итоге? Мы увидели, что, оказывается, мир сироты, он сильно отличается, его внутреннее содержание от того, что мы привыкли считать как должное, воспитывая своих биологических детей. Нам необходимо было образование. Нам оно необходимо и сегодня. Почему? Потому что мы действительно хотим помочь ребенку. Мы хотим, чтобы все те раны или травмы, которые он имеет внутри себя, выражая эту боль своим поведением. Очень часто не понимают приемные родители, не понимают даже специалисты. Мы привели, когда наших деток приемных в школу, мы встретили целое непонимание со стороны педагогов с 30-летним стажем. Было необходимо собрать вообще преподавателей и просто преподавать им, что смотрите, вы должны изменить свое отношение. Да, вы замечательный педагог, вы прекрасный специалист в алгебре, в геометрии, в точных науках. Но смотрите, этот ребенок, вы поставили на нем крест только потому, что вы жили с его мамой, с его семьей в одном подъезде. И вы говорите, о, это гены. Я уже просто сплю и вижу, что он двоечник. Почему? Потому что невозможно, чтобы от этой семьи вот значит, как бы ребенок был совершенно другим. Нам пришлось засучить рукава и работать вместе с преподавателями, со специалистами, как бы меняя парадигму мышления подхода к этим детям. И что я вижу? У меня нет времени зачитывать. Вы можете проследить. Это последние вообще главы синоптических Евангелий, особенно Евангелия от Иоанна. Но я буду брать из 21 главы. Знаете, я просто беру травмированное сердце. Это Петр, апостол Петр. Но я хочу сказать, что сегодня мы говорим не просто, как мы иногда представляем, апостолы. Это вот такая борода, такое почтение. Это значит, вот такая мудрость. Сам Христос обращается здесь к Петру и говорит, дети, то есть для Бога, для Сына Человеческого мы все дети. И смотрите, Петр имеет глубоко травмированное сердце. Еще недавно он пережил страх смерти. это один из самых сильных страхов. Когда у человека присутствует страх смерти, он делает многие вещи, которые он не делал бы, если бы не было вот этой реальности. Знаете, я недавно, как бы мы с семьей ходили, такой смотрели фильм, когда моряки оказались на судне, погибая. Там они делали ужасные вещи, чтобы спастись, чтобы выжить. Люди, которые прожили блокаду, мы, как бы, я родился в Ленинграде, у меня в паспорте написано Ленинград по месту рождения. То есть, и многие пожилые люди рассказывали, как трудно было, когда была блокада, страх смерти, ужас, насилие, потому что на его глазах били, срывали кожу, вонзали гвозди, в человека, которого он любил, в учителя, которому он дорожил, он смотрел, он заплакал, он от страха сказал, я не знаю его, я божусь, что я вообще не знаю этого человека. Он отрекся, он пережил глубокую травму внутри, это рана. Вы знаете, эти вещи, когда ребенок находится, как бы, вот в этом стрессовом состоянии, то он не может реально адекватно мыслить и оценивать ситуацию с точки зрения нас, людей, когда, допустим, может быть, иллюзорная опасность, но для ребенка с травмой она кажется совершенно по-другому. Почему? Потому что на его глубоком, ситуативном уровне памяти там хранятся многие события, которые он даже не может осознать. Перинатальный, перинатальный период, когда его нужды не восполнялись, когда он плакал, никто не подходил, он был голодный, никто не кормил, он кричал и, может быть, плакал, но никто не реагировал. То есть, не сформировались эти привязанности, и мы видим, что этот ребенок потерянный. И вот что мы видим здесь? Израненное сердце человека. Христос говорит, израненное сердце ребенка. Учителя нет. Петр говорит, я иду ловить рыбу. То есть, он возвращается на привычный образ своей жизни. Когда мы берем ребенка в семью, есть такой медовый период, специалисты его знают, но он длится очень недолго. И когда наступает этап проекции, мы видим, что ребенок начинает жить так, как он привык жить. Почему? Потому что все, что внутри, он имеет, с чем он может связать, его память связывается с теми событиями, когда ему нужно было выживать. Этот страх смерти, этот страх быть униженным, этот страх пережить насилие, пережить отверженность, он диктует и показывает ему мир совершенно в другой картине. И он, у него есть травматические ожидания, что те новые взрослые, люди, которые появились в его жизни, кто может подтвердить или гарантировать, откуда он может знать? Потому что многие его взрослые, которые были в его жизни, делали ему больно. Они ранили его сердце. Откуда он может знать, что этот взрослый будет другим? И мы знаем, что включаются вот эти защитные механизмы. Они возвращаются на пути, которые они знают, они близки для них. Они начинают жить и проявляется то, что мы не понимаем. Говорим, слушай, я не могу понять. Сытый, одетый, мы рядом, все хорошо. Какой смысл тебе тащить еду в кровать и прятать под кровать? Мы долгое время не могли понять. Открываем, значит, то место, где постельное белье складывается, а там куча еды. Мы говорим, зачем ты притащил ее сюда? А она ночью на кухне тихонечко в холодильник, значит, раз и туда, туда, туда. Почему? Потому что это защитный механизм, который выработался за те годы, когда он бродяжничал, когда он был голодный, когда он терпел насилие, отверженность. И когда родители, не понимая, начинают моделировать это, а теперь бери и отнеси на место. Это в холодильнике. Ты знай, у нас есть расписание, ты должен жить так, и так, и так. Мы видим, что они не понимают, что происходит внутри этого ребенка. Эта рана должна быть исцелена. Но я благодарю, что Слово Господне говорит, когда Петр поехал на рыбалку, на привычный ему образ жизни, он там ничего не поймал. Он трудился всю ночь, но ничего не поймал. Вообще ничего. Почему? Потому что привычный образ жизни не работает. Мы это убедились, что эти защитные механизмы, которые показывают наши дети, это не работает. Это не помогает им стать счастливыми. Еще никогда воровство не сделало человека счастливым. Еще никогда неправда не сделало человека счастливым. Но нужно помочь. Что сделать? Какой должен быть наш следующий шаг? Они ничего не поймали. Но когда настало утро, четвертый стих, я так рад за каждое слово Евангелия. Настало утро. Это часть этой конференции. Это утро. Это рассвет этого солнца и исцеление в лучах его. Почему? Потому что для этого усталого, гребущего в этой лодке, который ничего не поймал, с израненным сердцем, настало утро и на берегу они видят стоит человек. Стоит сын человеческий. Как мы говорим безопасный, значимый, взрослый. Он стоит и смотрит и задает вопрос. Дети, у вас есть какая-то пища? Смотрите, что оказывается вот это исцеление уже началось. То есть поднялся взрослый человек и у него есть вопрос, у него есть любящие отношения. В самом начале он смотрит, что это дети. Вы знаете, нам настолько важно посмотреть, что это не озлобленные подростки, это не испорченные подростки, это не вредные, которые вымотали нам за это короткое время всю нашу нервную систему. Нет, это напуганные дети. Когда твой ребенок напуган, биологический ребенок, кровный ребенок, вы знаете, говорят, страшно встретить медведицу, когда она имеет рядом этих медведей, страшно встретить мать, настоящую мать, которая за своего ребенка голову открутит. Почему? Потому что она призвана его защитить, она призвана ему помочь. И вот мы видим, что здесь, когда эта глубокая рана, появляется тот взрослый сын человеческий, который говорит, дети, у вас какая-то пища есть, они говорят, ничего не помогло, вообще ничего нет, в жизни ничего не работает, кто сталкивался с жизнью близко с ребенком сиротой, у них ничего нет, не работает, что не делаешь, не получается, бьют по рукам, говорят, здесь не так, здесь неправильно, так много неудач, но начинается терапия, этот значимый безопасный взрослый говорит, закиньте сеть по правую сторону, они закидывают и тащат полную сеть рыбы, знаете, кто бывалый рыбак, я в последнее время много рыбачил, я испытывал это чувство, когда у тебя что-то есть, ты тащишь на эту удочку, на этот спиннинг, знаете, как поднимается самооценка, и вот здесь мы видим, что Христос начинает с того, что он поднимает самооценку своих детей, мы должны помочь им в их жизни поднять эту самооценку, с этого начинается наш подход, но дальше смотрите, они тащат, один из человеков говорит, Петру, слушай, да это Господь, Петр, мы читаем, что он просто прыгнул в эту воду, в одежде, как начал грибсти, обогнал эти лодки, он рванул, в этом душа сироты, на одной из передач нас спросили, правда ли то, что многие подростки не хотят уже в семью, и они действительно говорят, мне лучше быть здесь, в детском доме, в интернате, мы не хотим в семью, я хочу сказать, что это во многом ширма, почему, это защитный механизм, потому что в их жизни было много предательства, они боятся снова быть непринятыми, отверженными, но как сказал мне мой сын, он говорит, папа, мы все сидели, мы когда не было взрослых, мечтали, каждый проговаривал, я хочу быть в семье, я хочу, чтобы моя семья была вот такой или такой, никакая государственная машина не заменит теплого очага семьи, никогда, и что мы видим, мы видим, что их ждет не только, как бы, это поднята самооценка, но мы видим, что Христос говорит, теперь идите все сюда, они мокрые выходят, всю ночь ловили, а тут костер, тепло, рыба жарится, хлеб, вы знаете, я вообще не представляю вкус этой рыбы, этого хлеба, ее приготовил сам Творец, я не представляю, я думаю, что это пик кулинарного искусства, просто пик кулинарного искусства, но что мы видим, что вот это безопасное место, это часть того, что должно быть в приготовлении приемной семьи, безопасное место, то есть ребенок должен прийти туда, где не будет упреков, где не будет травмирующих ситуаций, он должен прийти к безопасному, значимому взрослому в безопасное место, душепопечитель, священник скажет, он должен отогреться душой, он должен оттаять, психолог скажет, должны быть созданы условия, в котором ребенок, в его менделевидном теле выключится кнопка паники, то есть понизится уровень стресса, он сможет посмотреть и вообще реально увидеть, что оказывается, да люди-то нормальные, что я должен тут вытворять-то, зачем я должен воровать, зачем я должен врать, так оказывается, что мне ничего больше не угрожает, моя ситуация коренным образом поменялась, представляете, то есть вот это то, что делает Христос, он говорит, садитесь, и смотрите, он начинает им служить, он накладывает рыбу, накладывает хлеб Петру, другим ученикам, вот вы кушаете, замечательный пример служения приемного родителя, усыновителя, это замечательный пример, должно быть время, ребенок должен отогреться, но дальше, но дальше мы знаем, что это только предусловие для его счастья, очень грамотно здесь сказал Божий человек, что этого недостаточно, ты можешь действительно подать вкусную еду, самое лучшее, безопасное место сделать, но должна быть терапия, потому что внутри есть раны, потому что внутри есть травмы, нужно помочь, как это сделать, и мы видим, что Христос начинает, обращаясь к Петру, говорит ему очень важное слово, он говорит, любишь ли ты меня, Петр написано говорит, ты знаешь, что я люблю тебя, знаете, я раньше не понимал, зачем трижды, с какой-то паузой, периодичностью, может быть, Петр специально думает, дольше буду есть рыбу, дольше жевать, лишь бы больше ничего не спросил, мы знаем, как трудно открыться ребенку сироте, рассказать ему, через что он прошел, проговорить, вывести во свет, принести эту рану, эту травму, чтобы получить исцеление, это очень трудно, но мы видим, прошла пауза, доел Петр рыбу, и снова говорит ему, Иисус, ты любишь меня, и это было трижды, написано, что Петр опечалился, в других переводах даже есть, что заплакал, вы знаете, это была терапия, почему, потому что Христос хотел принести исцеление этому израненному сердцу, он говорит ему о том, что Петр, я знаю, что внутри тебя живет страх, ты прошел через очень печальные события последних дней, ты разочарован в себе, и вот этот страх не дает тебе по-другому посмотреть на меня, на жизнь, на себя, я просто хочу поговорить с тобой об этом, не потому что я хочу унизить тебя, или напомнить тебе о том, что ты когда-то сказал, что не знаешь меня, нет, не в этом суть этого вопроса, Христос любит Петра, и он хочет помочь внутри, в глубине его сердца, он выводит оттуда этот страх, и когда начинает плакать Петр, печалится, говорит, ты все знаешь, ты вообще все знаешь, вы знаете, как замечательно, когда мы, как взрослые, оснащены в том, чтобы провести ребенка по пути исцеления, мы говорим, да, ты сейчас много натворил чего, но я знаю, почему ты это сделал, я знаю, что живет внутри тебя, но я хочу сказать тебе, что на самом деле ты призван жить в любви, ты призван жить в любви, психологи говорят, что есть только две базовые эмоции, любовь и страх, и когда человек живет в этом чувстве страха, то из страха рождается чувство, значит, это гнев, там, ярость, негодование какое-то, модель поведения другая, из любви рождается совсем другое, и задача спасителя была в том, чтобы сказать Петру о его призвании, любишь ли ты меня, ты на самом деле внутри глубоко призван любить, прощать, когда ты простишь людей, которые причинили тебе раны, вы знаете, когда мы стояли, совершенно молодую маму нашего приемного сына похоронили, и когда он ложил цветы на могилу своей матери, Игорек плакал, и он сказал, я так мечтал в моей жизни, что однажды я приду и скажу, мама, все получилось, смотри, у меня все получилось, все хорошо, он так мечтал в том, что он будет счастливым, и она будет счастливым, увидев, что у него все получилось, мы видим, что Бог служит, дальше, смотрите, не разрываются биологические связи, это очень важно, Христос говорит, Симон, сын Ионин, он обращается к Петру и почитает его отца, приемные родители должны понимать, что никогда нельзя разорвать эту связь, биологическую, кровную связь ребенка, никогда нельзя даже плохого слова сказать на тех родителей или может на тех биологических взрослых родственников, которые не помогли ему в трудной ситуации, наоборот, когда мы ведем их по пути исцеления, прощения, то вот эти слезы, эта печаль, которая была у Петра, это была печаль ради Бога, греки древние говорили, это катарсис, они смотрели на театральные представления, они как бы проигрывали вместе с артистами, плакали, и говорили, это катарсис, очищение происходит, душа плачет, душа раскрылась, это очень важная часть процесса, я заканчиваю, я не буду утруждать, но я хочу как бы закончить на важном моменте, а дальше начинается делегирование, когда Петр получил исцеление своих ран, Христос говорит ему очень важное слово, Петр, спаси моих агнцев, это ягнятки, маленькие ягнятки, это, знаете, можно сказать, это маленькие дети, взрослый должен получить исцеление, потому что очень часто мы имеем дело не с проблемами детей, и не с травмами детей, а с травмами и проблемами самих родителей, когда взрослый получил исцеление, когда Петр получил исцеление, Христос говорит ему, а теперь я хочу тебе доверить самое дорогое, тех, за кого я умер, тех, кто дороги для меня очень-очень, но я доверю их именно тебе, то есть поднимается настолько сильно самооценка и не только, знаете, как бы завышенная, но реально в том, что Господь видит, что тот, кто прошел через исцеление, он поможет пройти по пути исцеления и ребенку, это не будет быстро, заканчивается это удивительным стихом, он говорит, Петр, ты когда молод был, ходил, куда хотел, можно сказать, делал, что хотел, да, но когда состаришься, прострешь руки твои, другой припояшет тебя и пойдешь, куда не захочешь, но иди за мною, это говорит о том, что это путь образования, что это непростой путь, иногда нам хотелось бы быть совсем в другом месте, в какой-то ситуации нам кажется, что почему я вообще в это ввязался, были такие люди, которые говорили, я пожалел вообще, что принял решение принять этого ребенка, мы помогали, мы служили, проходит время, человек говорит, как здорово, что на самом деле это были мои страхи, это были мои раны, это путь образования, но ты иди за ним, то есть за любовью, и когда идет человек за любовью, потому что Бог есть любовь, идущий осилит, мы будем служить не только в своей стране до последнего, когда-то наша страна славилась в том, что были открыты двери для международного усыновления, сегодня, благодаря народному осознанию, благодаря воле Бога и также государственной воле, мы видим, что наши семьи поднялись, но я уверен в том, что мы поедем и в другие страны, и будем усыновлять, и помогать, ни один ребенок на этой земле не должен жить сиротой. Аминь. Всероссийская конференция по решению проблемы сиротства до последнего.